Продолжение следует... Вместо одного окна поставить дверь, где-то заделать дверь, где-то перенести дверь и, скажем так, где у меня был коридор, мне нужно сделать ванную и комнату. Информация от инспектора БТИ. Если не меняется площадь дома, она остается по кадастру такой же самой, как оно и было, то есть никакие помещения не пристраиваются, то никакого разрешения на это получать не надо. Потом придет инженер, он все промерит и будут внесены изменения уже в план дома. За это ничего платить не надо. Если же вы на своем участке сносите какие-то здания, сарай, гараж, старую летнюю кухню и потом хотите перепланировать это все, перестроить ее, то действие следующее. Вы все строите, как вам надо, согласно санитарным правилам и нормам СНИП и потом вызываете инженера, который делает замеры и вносит их в технический паспорт дома. Стоимость данной услуги зависит от квадратуры дома. Если у вас дом до 100 квадратных метров, то стоимость данной работы на сегодня, на март 2020 года, будет стоить 5960 рублей. Будут внесены изменения, новые двери будут поставлены, где окна, все это вычерчивается план участка и наносятся литеры, где у вас новый сарай, гараж или какие-то подсобные помещения. Лучше это все сделать один раз, вызвать инженера уже после того, когда вы все сделали. В техническом паспорте будут внесены новые литера с указанием площади назначения этих помещений, ну и самое главное, чтобы площадь дома не менялась. Поэтому еще раз повторюсь, для перепланировки внутри частного дома, если не меняется площадь и не пристраиваются дополнительные помещения, и площадь дома остается по кадастру, как оно было у вас в выписке из ИГРН, то на это разрешение получать не надо. Субтитры создавал DimaTorzok